Глава 7 под заголовок 2. Уязвимость Израиля. Тот факт, что в войне, в которой они пользовались такими огромными преимуществами, они достигли таких скудных достижений, сыграл решающую роль в решении Анвара Садата начать мирные переговоры с Израилем. Действительно, процесс, начавшийся во время войны судного дня, был завершен в Кэмп-Дэвидских соглашениях в 1978 году и в мирном договоре между Израилем и Египтом в 1979 году, первом договоре такого рода между Израилем и Арабским государством. Хотя Израиль вернул Синай Египту, было решено, что полуостров останется демилитаризованным, и египетская армия, за исключением минимальных сил, не будет переходить канал на восток. Синайский полуостров разделен на три региона в зависимости от численности сил, которыми может располагать Египет. Также была создана сложная система наблюдения, в которую входили многонациональные силы наблюдателей, призванные обеспечить сохранение демилитаризации. Территория Синай настолько велика, более чем вдвое превышает территорию Израиля по линии 1967 года и территории Иудеи, Самарии и Газы вместе взятых, что любое нарушение демилитаризации может оставить Израилю достаточно времени и стратегической глубины для отражения любого нападения Египта за долгое время, прежде чем атакующие силы его достигнут. На окраине Негева, благодаря широкой буферной зоне Синайской пустыни, было относительно легко достичь таких условий вдоль египетской границы. Таким образом, на Южном фронте Израиля существует основное условие мирного договора между Израилем и арабским государством. Подходящий вариант для Израиля защитить себя в случае нарушения договора. Однако на других фронтах найти такие условия гораздо сложнее. Восточный фронт Израиля включает в себя прежде всего Сирию и Ирак, две арабские милитаристские державы, которые, несмотря на их соперничество, ранее сотрудничали в войне против Израиля. Наряду с ними следует учитывать и Саудовскую Аравию, которая при определенных условиях может предоставить свои большие запасы оружия для будущих атак. Точно так же невозможно исключить возможность того, что революция в Иордании вернет эту страну к войне, так же, как мирный договор с Сирией не гарантирует, что он не будет нарушен. Чтобы понять условия, необходимые для мира перед лицом этого Восточного фронта, необходимо знать основы системы военной обороны Израиля. Способность Израиля сдерживать арабское нападение опирается на три ключевых компонента. 1. Его военная мощь против арабской мощи. 2. Время уведомления для мобилизации резервных сил. 3. Минимальное пространство, необходимое Цахалу для подготовки к любой возможной опасности. 4. Преимущество арабов над Израилем в военной мощи росло годами. 5. После войны Судного дня арабы потратили более 150 миллиардов долларов на покупку оружия и строительство военных объектов. 6. Только Саудовская Аравия ежегодно выделяет армии сумму, аналогичную той, которую тратит Великобритания. 7. У Сирии сейчас больше танков, чем было у немецкой армии, когда она вторглась в Россию. 7. К этому грозному арсеналу разрушительного оружия необходимо добавить самолеты F-15, АВАКС и ракеты Зидвиндер, которыми владеет Саудовская Аравия. 8. Все они произведены в Соединенных Штатах. 9. Хотя у Израиля есть качественные преимущества перед арабами, особенно на уровне военной подготовки и образования, 10. Но когда арабские вооружения нарастают в таких размерах, они быстро меняют баланс сил таким образом, что избыточное количество оружия в руках арабов тоже становится качественным преимуществом. 10. Военная мощь также определяется численностью населения. 11. В 1993 году население Израиля составляло около 5 миллионов человек по сравнению с 32 миллионами в Сирии и Ираке, двух основных странах, составляющих Восточный фронт. 11. Это преимущество позволяет арабским режимам иметь большие регулярные армии, в отличие от Израиля, большая часть армии которого состоит из резервистов, призванных на войну. 11. Накануне войны 1973 года Израиль добавил к танкам, дислоцированным на Голанах, еще 60, и их общее количество достигло 177. 11. Даже тогда эти силы имели очень серьезное численное отставание по сравнению с регулярными сирийскими силами, которые атаковали Голланы с помощью 900 танков. 12. Поэтому оборона Израиля требует ответа на нападение, в котором Цахал с самого начала будет численно уступать в соотношении 1 к 5 или 1 к 7 по сравнению с арабскими армиями. 13. Это еще больше увеличивает важность двух других факторов в компонентах безопасности Израиля. 14. Время оповещения. Необходимое условие выживания Израиля. 15. Израилю нужно достаточно времени, чтобы мобилизовать резервные силы, которые являются основными силами Цахала. 15. Этот набор включает в себя и вызов гражданских лиц из их домов по всей стране, концентрацию их в своих подразделениях, оснащение их оружием и другим военным снаряжением, их инструктаж и, наконец, транспортировку на линию фронта. 15. Одновременный набор сотен тысяч резервистов – очень сложная задача, которую никак нельзя решить менее чем от 48 до 72 часов. 16. У Сирии нет подобной проблемы. Ее регулярная армия почти такая же, как и все резервные силы Израиля, а поскольку она развернута в полевых условиях, ей нужно всего лишь несколько часов, чтобы начать войну. 17. До завершения призыва ответственность за обеспечение существования государства в буквальном смысле лежит на солдатах регулярной армии, дислоцированных на передовой. 18. Еще хуже ситуация в воздухе. Истребитель, взлетающий из военного аэропорта на западе Ирака или Сирии, прибывает в населенные пункты Израиля через 5-10 минут. 18. Другими словами, без предварительного уведомления, израильские поселения и аэропорты могут подвергаться бомбардировке без сопротивления. 19. Это настолько реалистично, что во время войны в Персидском заливе Израиль был вынужден постоянно держать в воздухе несколько своих истребителей. 20. Во время войны в Персидском заливе в небе Израиля круглосуточно видели истребители. 21. Более того, это было возможно только потому, что американцы заранее проинформировали нас о дате начала войны. 21. Такой уровень готовности невозможен против внезапной атаки, и поэтому ВВС нуждаются в средствах электронного наблюдения, которые позволят им сэкономить драгоценные минуты при подготовке пилотов к такой атаке. 22. Одними из наиболее важных пунктов наблюдения в системе обороны Израиля являются станции раннего предупреждения на вершинах Самарийских гор и Голландских высотах. 23. Эти базы созданы на высотах, позволяющих отслеживать передвижение сирийской армии и любой арабской армии, двигающейся с территории Иордании, а также воздушную активность в этих двух странах. 24. Если бы враждебной стране удалось взять под свой контроль высоты, ситуация была бы обратной, арабы непременно следили бы за всем, что происходит на прибрежной равнине и в Галилее, а Израиль бы ослеп и потерял большую часть возможности раннего предупреждения. 25. При подготовке к опасности нападения Ирака или Сирии, например, эти станции имеют решающее значение и нет им замены. 26. Позиции наблюдения Израиля в Самарии и на Голланах могут предупреждать об ожидаемых атаках с Восточного фронта. 27. Но если бы эти территории находились в руках арабов во время войны в Персидском заливе, станции оповещения доложили бы Саддаму Хусейну о том, что происходит в Цахале. 28. Помните, во время войны Иордания регулярно предоставляла разведывательные данные Ираку. 29. Хотя есть варианты. Наблюдение со спутников и самолетов улучшается, но эти средства разведки чрезвычайно уязвимы для сбоев и неисправностей при техническом обслуживании, и их цена по-прежнему чрезвычайно высока. 29. Противник также может сбивать авианесущие объекты раннего предупреждения. 30. Не случайно ни одна страна не доверяет заблаговременному извещению только самолетов или спутников. 31. То же самое и в Израиле. Никакой замены израильской разведки пока не изобретено. 31. Это один из самых важных активов, доступных армии обороны Израиля для 72-х часов первой и решительной части войны. 32. Пространство. Армия обороны Израиля, которая даже без этого должна тесниться в пределах нынешних границ страны, не сможет эффективно развернуться, если у нее будут отняты районы развертывания в Иудее и Самарии, и в результате ее придется развертывать на улицах Иерусалима и Тель-Авива. 33. Хуже того, все районы мобилизации и развертывания будут в пределах досягаемости вражеской артиллерии, которая может поражать с гор Иудеи и Самарии большую часть Израиля. 34. Находящийся на этих хребтах противник может легко обстреливать поселения, аэропорты, мобилизационные центры, главные дороги, электростанции и жизненно важные промышленные предприятия страны. 35. В результате будет очень серьезно нарушена вся сеть мобилизации. 36. Стена Иудеи и Самарии, естественная физическая преграда, защищающая прибрежную равнину от нападений, не только напрямую защищает израильских жителей, проживающих в низинах, но и обеспечивает армии обороны Израиля время, необходимое для вывода на фронт резервных сил. 37. Когда речь идет о военной буферной зоне, это самый важный момент. Пространство дает время. 38. Расстояние, которое противнику придется преодолеть, прежде чем он проникнет на населенные территории Израиля и нанесет ужасные потери его гражданам, равно времени, которое будет доступно Израилю для мобилизации резервных сил. 39. Расстояние, которое будет доступно Израилю для мобилизации резервных сил. 40. Чем большее расстояние противнику придется преодолеть, тем больше вероятность того, что авиаудары и сопротивление наземных войск Цахала замедлят его продвижение и выиграют драгоценное время для мобилизации и подготовки резервов. 41. Пространство, допускающее такую тактику задержки, называется стратегической глубиной. 42. Силы НАТО в Германии размещали оборону Германии от советской угрозы на стратегической глубине 230 км, и это против танков, имеющихся в распоряжении Варшавского договора, в количестве, которое было почти идентично количеству танков на Восточном фронте, обращенном к Израилю. 43. Излишне говорить, что территории Иудеи и Самарии не обеспечивают такой же стратегической глубины, но они действительно что-то дают. 44. И без этого ситуация Израиля была бы фатальной, потому что территории Иудеи и Самарии обеспечивают Израилю не только минимальную стратегическую глубину, но и в первую очередь стратегическую высоту. 45. Горный рельеф Иудеи и Самарии хорошо подходит для операций по задержке, необходимых для защиты Израиля. 46. Для захватчика с востока этот хребет – непростое препятствие на пути, и нет ему подобного. 47. Войска захватчиков войдут на территории Иудеи и Самарии через долину реки Ордан, самое низкое место в мире, более чем на 300 метров ниже уровня моря. 48. Оттуда им придется карабкаться по восходящим скалам на высоту 1000 метров при горизонтальном расстоянии 10-12 километров. 49. Местность практически непроходима для танков и другой тяжелой техники. 49. Никакая электронная система, какой бы сложной она ни была, не сможет заменить горную стену высотой более километра в качестве препятствия для атаки. 50. Когда Израиль ушел с Синая, он пошел на значительный риск, но не такой, который поставил бы под угрозу само его существование. 51. Если египтяне нарушат мирное соглашение и введут большие силы на Синай, им потребуется несколько дней, чтобы пересечь 200 километров, отделяющих Суэцкий канал от Израиля. 52. Напротив, расстояние между горами Самарии и Средиземным морем не превышает 15 километров. 53. Если Израиль оставит Иудею и Самарию, вражеские силы могут пересечь это расстояние в течение нескольких часов. 53. Американцам и европейцам трудно понять, насколько мал Израиль и с какими военными рисками он сталкивается. 54. Я полагаю, что трудность проистекает, среди прочего, из-за славных побед Израиля в войнах с арабами, которые были их злодеянием, их поражением и их гибелью. 55. Похоже, что из-за побед забывают тот факт, что первое же поражение Израиля будет и его последним. 55. Более того, поскольку многие на Западе не осведомлены о географической и топографической реальности Израиля, им трудно понять, что превосходящее положение Израиля над арабами может внезапно превратиться в состояние серьезной уязвимости, 56. Если линия границы Израиля будет перемещена всего на «каких-нибудь несколько километров», чем объяснить тот факт, что географическое положение одной из самых освещаемых в мировых СМИ стран практически неизвестно миллионам людей. 56. Ведь карта страны регулярно появляется в новых выпусках телевидения многих стран. 57. Но вот в чем проблема. Карта страны представлена без всякого масштаба, а на ней обычно выделяются Израиль и оккупированные в кавычках территории на Западном берегу. 57. Зритель понятия не имеет, что эта территория шириной всего около 50 километров и считает, что это значительное пространство вроде «западного берега» Миссисипи, который простирается на 1600 километров. 58. Продолжение следует...